Первый единый государственный экзамен сдавали сегодня школьники. В Хабаровском крае его написали больше тысячи человек. Это 11-классники и те, кто закончил школу в предыдущие годы. Сдавали один из предметов по выбору. Химию, литературу, географию. Как прошел экзамен в школе села Некрасовка, расскажет Арина Солдатенкова. На крыльце школы ученики собираются за час до начала экзамена. В этой школе села Некрасовка сдавать ЕГЭ готовится всего 10 человек. С собой у каждого паспорт, черная гелевая ручка, вода и шоколадка. Классный руководитель подсказывает, кажется, вечные ритуалы на удачу. Пятак под пяткой, свечку поставили. С окна халява ловись там. Я особо не переживаю. Надеюсь на то, что родные стены моей родной школы помогут. И будет счастливый итог экзамена. Пятак под пяткой и родные стены. Это только для храбрости. Большинство школьников к этому дню интенсивно готовились целый год. Я сдаю химию. Я его выбрала для сдачи, потому что собираюсь поступить в мединститут наш Хабаровский. Занималась на онлайн-курсах целый год. Ну то есть с лета и до сегодняшнего дня. Порядок проведения ЕГЭ в сельских школах такой же, как в городских. Антиковидные меры, проверка металлоискателем. Кто за какой партой сядет, решает компьютер. За каждым жестом детей и учителей с потолка следят камеры. Но отличия все же есть. Сегодня ЕГЭ сдают в школе номер один, села Некрасовка. Вот здесь сдают литературу. Там через пару кабинетов сдают химию. Но вот здесь сдают географию, причем только один человек. Школа в селе Некрасовка – одна из немногих в Хабаровском крае, где выпускники сдают экзамен по всем трем предметам сразу. В Хабаровске, например, для каждого предмета выделили отдельную школу. Всего в крае будут задействованы 96 пунктов проведения экзамена. Из них один расположен на дому и один размещен в медицинском учреждении. Все пункты прошли практическую тренировку в период региональных и федеральных тренировочных мероприятий. Всего сдавать ЕГЭ в Хабаровском крае в этом году намерены более 6 тысяч человек. Самый популярный предмет по выбору, как в прежние годы, – общество знания. Однако в Краевом министерстве образования отметили, что все больше школьников стали отдавать предпочтения химии, биологии и информатике. Арина Солдатенкова, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».